И вернемся к еще одной топ-теме сегодняшнего дня. НАБУ и САП просят Верховную Раду снять неприкосновенность с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. Соответствующее представление будет внесено уже в ближайшее время. Депутатов этих подозревают в получении неправомерной выгоды. Накануне охранника Розенблата задержали с двумястами тысячами долларов. По данным следователя, деньги эти предназначались Розенблату и Полякову, якобы за внесение изменений в законопроект о добыче янтаря и лоббировании интересов иностранной компании. В этой сложной ситуации разбирался мой коллега Александр Васильченко. Спецоперация НАБУ и САП по выявлению схем незаконной добычи янтаря напоминает голливудский детектив. По утверждению, главы антикоррупционного бюро Артема Сытника разрабатывали ее совместно с агентами ФБР около года. Для выхода на главных фигурантов внедряли агентов под прикрытием. Антикоррупционеры утверждают, собрали доказательства того, что два нардепа за деньги лоббировали интересы иностранной компании, которая собиралась незаконно добывать солнечный камень на территории Украины. За отриманием неправомерной выгоды Полякова и Розенблат внесли соответствующие правки к законопроектам. В частности, это были вправки, если вы последствует на сайте Верховной Рады, были внесены соответствующие законопроекты о уменьшении арендной платы за выработку борщину с 25% до 5%. Извольнение от поддаткования до 2020 года предприятия, которые завозят технику для выработки борщину. В незаконной схеме, по данным НАБУ, были задействованы около 10 человек. Артем Сытник демонстрирует графику, кто и за какие услуги получал взятки. Первым задержали охранника Розенблата. В его сумке обнаружили 200 тысяч долларов наличными. Общая сумма взятки по версии следствия – 285 тысяч. Во время обысков, подчеркивая Сытник, детективам удалось найти часть денег, которые в качестве взяток передавались ранее. Один из досмотров провели в помещении, где якобы проживает нардеп Максим Поляков. Политик свою вину отрицает, случившееся называет провокацией. Я уверен, что правда на моей стороне. И это покажет час. И я буду требовать от милиции расследовать проведение, которое открыто. Я буду подавать в суд особенного насытника, потому что то, что он напал на мою дружину – это и особенное. В антикоррупционной прокуратуре сообщают, вчера вместе с подозреваемыми задержали первую партию Янтаря, которую иностранная фирма-посредник пыталась переправить за границу. Бурштин, согласно с задумом, мог вывозиться из Украины за зниженными ценами, а часть – действенного. Прибутку мало переработать на рахунки компании, которая расположена в Соединенных Штатах Америки. И за наполяганием Розенблата, спецназником которого стала его родная сестра. В САП заявляют, в ближайшее время в Верховной Раде попросят лишить Розенблата и Полякова депутатской неприкосновенности. Представление уже направили на согласование генпрокурору. Подозревают нардепов в получении неправомерной выгоды. Розенблата утверждает, что лишиться иммунитета не боится. Произошедшее называют политической расправой. Думаю, что это планована акция по взагалі знищению моєї політичной репутації. Тому що дійсно як людина я завжди займаюся легалізацією бурштина, грального бізнеса. Тобто все те, що сьогодні дуже заважає жити людям, які на цьому заробляють члены кошти. Вопрос о снятии неприкосновенностей с нардепов в САП надеяться решить в ближайшие две пленарные недели. Александр Васильченко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.